Пальмовых деревьев, орхидеи, множество самых тропических растений, которые там есть, называют это ботанический сад. И во всем этом находятся и сауны, и бассейны, в которых вы можете поплавать, отдохнуть, есть бар, где можно заказать, выпить, поесть что-нибудь, спа-процедуры. Могут проводиться какие-то дополнительные темно-помещения в замках. Раньше, в которых сидел Драв Дракула, но сегодня туда можно бросить монетку с намерением вернуться. Также, что необходимо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А откуда вы начали ехать, там находится площадь Каролина, крепость Каролина в городе Алба-Юля. Это самая большая крепость, построенная в стиле ВПН, в той части Румыкии. А перед нами видны вот эти фонтаны, видите, их реставрировали в прошлом году. В прошлом году во имя столет с последнего дня объединения Молдовы-Валахи-Драсильвань. Ну и вечером тут подсвечивается, в субботу, в воскресенье концерт дается, да, и вот так красиво выглядит. С правой стороны, это у нас, значит, универмаг Бухареста. Ну и, чтобы вы знали, в конце вы видели, значит, саня парламента. Там работает сейчас парламент Румынии, две комнаты Сената и парламент Европы до 30 июля. Значит, вчера приехали на предпоследнюю сессию, вчера был город просто загружен, тут не было возможно ехать, значит, и весь парламент. Вот, сейчас машина поедет направо, видите, поедет, ну, видите, это Бухарест у нас. Ну и все, вот, проехали, отлично. Смотрим на регламу Рейфайза, с правой стороны закрытый православный храм. У нас автокефали с 1054 года, это православная страна, и вот у нас автокефально-православная религия, независимо ни от греческой, ни от русской православной церкви. На правой стороне впереди видим главный католический храм, Барайзе, до 40-го года население католиков было около 40%. И смотрим, где кран стоит, все вот на кран смотрим, там увидим волчицу с Ромусом и Ремусом. Это подарок итальянского правительства, сделанного из бронзы. Вот где машина стоит, да, правая рука Святого Николая мощи, и вот трамвай, за трамваем его кружок видим, да, вот этот кружок, вот он на правой стороне. Все увидели? Это у нас нулевой километр. Там представлены 12 знаков знака зодиака, да. Там похоронена семья Брынковяну, самая богатая семья Румынии, и им турки, ему, четырем детям, правой слуги, отрубили голову. Голову делали паспорт, а тело похоронили в этом храме. И вот так же семья Брынковяну построила в эту больницу. Хольца, и вот это у нас, значит, больница 1770-х годов, так же вот памятник Брынковяну. Церковь, наус, прунаус, алтар плюс притвор, четыре части церквей Румынии. Кстати, там женщины, если в Бальце были свободное время, Хольца номер два, значит, дубленки, все это самое, румынская производство, продается там. Вот это единственный магазин, например, вот так, в теме. На левой стороне, 2007-го года, самое высокое здание города, и здание с красной крышей, это у нас национальный театр. Видим кресты, связанные с революцией 1989-го года. И проспект Макеру, этот проспект Макеру, тут очень много зданий, которые с эсмическим неустойчивым состоянием. И вы видите много обменников, бизнес, вот все, которые находятся тут, арабы, его держат, потому что Чоушевск в свое время приглашал арабов. Но не те, которые из Сирии сегодня приходят, а абаганды. Это уже логично, что он не должен долить. Уже он дал закон, чтобы строили дома, чтобы выдерживали минимум 8 баллов. Ну и вот, соответственно, вот это у нас. Надо сказать, что город Бухарест является столицей Румынии с 1872-го года. До этого столица Румынии был город Тургович, где и тематически расстреляли Елену и Николаевича Ушеску. Видим вот эти дома, которые с правой стороны, эти были построены при Карле I, когда он приглашал специалистов в Бухарест. И вот тут же, не знаю, дом докторов, дом инженеров. Мы так давали их квартиры, чтобы люди имели где жить и чтобы интеллектуалы приходили в столицу. Мы находимся в Валахе, она ушла от власти. Да, и президент Клаус Герхард Юханнес, у нас немец, подписал документ и отправил его в отставку. Ну, что вы думаете, при поддержке госпожи Меркель она становится с марта этого года первым главным прокурором Евросоюза, госпожа Кривича. Так что сейчас мы едем в Астана на правой стороне посольства Украины. И если вы хотите и консульство увидеть, то надо пройтись на эту сторону, вот сюда, на правой, там, где они все пытались сделать, но не выходило. Вот так. Значит, но для продолжения рода он пригласил своего племянника в другую сторону. Вот это социал-демократическая партия. Вот они отправили право-пробором в отставку и говорят, что мы наделали. С левой стороны это у нас канадское посольство, зеленое здание, и посольство Российской Федерации на левой стороне. Это было так, по линии находится с Украины. Если пойти налево уже, там уходит. Интересно слышать это. У нас выдаются карманные деньги для детей. 35 евро в месяц, начиная с 15 сентября до, значит, в каждый месяц. С правой, с левой стороны два музея. Геологический музей и музей Румынского Селянина. И поезжаем обратно на площадь, площадь Победы над Турками. Вот, люди едут на велосипеду. У нас мэрия дает 110 евро на покупку жителям Бухареста, на покупку велосипедов, чтобы они перешли на велосипед. Видите, отдельная полоска. И идет музей Антипа, музей рептилий на правой стороне. Ну и также вышли на эту площадь. Ну, сколько стоим НДС? 20%? Представление Ламама. Есть сеть Ламама, это румынская сеть. Ну и вот там можете... Вот, хорошо. Давайте ко мне. Я, кстати, живу недалеко от вас. Или 5 минут, хоть бы. Посмотрите, с правой, с левой стороны, это полоски велосипедистов. И уже тут начинаются игральные аппараты и казино. Ну, у нас как-то в казино, честно говоря, вот смотрите, есть такая реклама, что в Румынии живут цыгане. Это больше распространяется в странах. Румынский и бронхамянский стиль присутствовали в вами. Доказательства Хоенсолер на правой стороне. Дорогие туристы. Также те, которые... Дом благородных девиц, на левой стороне белый дом. А вот тут на правой стороне еще одна наклейка, значит, говорит о сейсмической устойчивости здания. Человек должен знать, что он покупает. На правой стороне самое известное казино Касса Бернеско, а сзади идет союз писатель. Ну, сейчас Палас казино купил его, и вот такая вот идея. Мокса Параги, район Мокса, проповедователь христианской веры на территории Румынии. Дальше. Ну, так, правда, про качество жизни смотрите. Если сразились в Европе, то у нас за евро можно купить три билета. В Европе один билет стоит два евро. Содержание квартиры стоит 60 евро будет зимой. На левой стороне Карл Первый, за ним Национальная длотека. И здание белое, которое впереди, здание бывшего КГБ Румынии. И стояло время расстрелянных людей. Тысяча людей погибло на этой площади. И также Королевский дворец на правой стороне. Стали в правой стороне. В правой стороне. И впереди нас. Сейчас видна гостиница. Королевская гостиница Grand Hotel Continental. Это же фильм тоже снимали, да? Ну и Король Кратострал обязательно построил Grand Hotel Continental. При русском способе лежит, вы видели церковь, которую спасли. Но вот сейчас очень много зданий было, помимо того, что они наклеены красные наклейки. Там их реставрировали. Он приходил, пришел к власти. Он вот переделал именно, чтобы так выглядело на каналах Бариш. Ну и Новотель, пожалуйста, смотрим на правую сторону. Вот как его реставрировали, да? Вкусится, Новотель. На правой стороне. Вот. Сзади обрушилось, Даня. И вот его стеклом так перестроили. Ну вот. Впереди видим Peugeot 206, я кажется. Видим на левой стороне. Вот. И, ну, по желанию их ставят, когда по погоне. Вот. И все приезжают туда. Типа, сфотографироваться. Ну, а когда после того, кто-то сфотографируется, он, давай покушаем. На левой стороне. Ну, сюда ночью. Если хотите танцевать, мило просим вас сегодня ночью. Вот так мы в старом городе. Бара, рестораны. Белуга – это единственный русский клуб. Вот. Будете искать его. Тут продают базы Галле. 19 век только в Румынии производят. Галле – старый город на левой стороне. Церковь Святого Петра и Павла на левой стороне. С правой стороны Эклектика – Сбербанк. Как у вас. У нас вот этот главный офис на правой стороне. И институт – это музей истории. Реклама Водофон впереди. Не банк, а ресторан. Ну, он был памятник сейчас. Ресторан был тогда. Лесинг. И он давал свои вещи. Потому что он из Одессы. Значит, ваш сожитель – земля. Вот так. Сейчас вам покажу точно, который проникает через весь город. Так. И, значит, это у нас монастырь. Ну, сейчас едем в парламент. Вот и оттуда по Палисейским полям. Дальше поедем. Это у нас уже не государство. Через дня. Частые дома. 2,5 тонн. Из Крустоля Румынска. Ну, вот такого вот. Идет, значит, залы огромнейшие под 18,5 метров высотой. Вот так. И с правой стороны бывший институт истории физики и химии. Сейчас Академия наук, где управляла жена Илья Ночелушевская. А это вот идет к Колизилам. Да, к Госдавству. Ну, покажи, сейчас фотки. Пал Сафар. Или налево, вы смотрите наверх. Там у нас наша автокефально-православная вера. Да, вот и патриарх. Вы увидели памятник Шербану Конфагазино. Человек, который первым публиковал Библию на румынском языке. А это у нас... Впереди хотели построить библиотеку. Дом ради, что-то еще хотели там построить. Это самый знак поздно. Изолирует, да. Термическая обработка. Немножко дальше, на правую сторону. Увидите по дороге, что они все выглядят в один свет. Термическая обработка. Все оплачивает мэрия города. И потеря теплоэнергии помещается минимум на одну треть. Дорогие туристы, благодарю, что вы приехали и что мы познакомились. Я почувствую себя очень хорошо с вами. Желаю вам хорошо отдохнуть. И отдохните хорошего термона. До свидания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok